привет друзья привет всем подписчикам особый привет всем новым подписчикам привет украине привет просили передать николаеву привет николаю привет александрии всем привет всем хорошего настроения и я вот только пару часов назад как приехал домой и до этого смотрел видеоролик как бы видеоролик сам понравился но я знаю что там чуть-чуть неправду рассказывает может ошибочно может потому что не знают все информации тот кто делал этот ролик я просто не знаю как он сюда приехал по рабочей визе или уже как permanent resident я хочу поговорить о том можно ли сюда приехать как турист сюда можно приехать как турист и остаться есть ли шанс остаться здесь поменять статус туриста на рабочую визу те кто говорят что это невозможно и это прямой пункт депортации и так далее коробочной жизни или как там говорят не помню точно это неправда то есть почему я так говорю я отталкиваюсь не от чужих слухов не от чужих рассказов я отталкиваюсь от себя лично то есть со своей жизни история с как у меня это было и как я это сделал то есть я приехал сюда как турист я выучился на права то есть пересдал права получил права на трак водительский и нашел работу тогда еще жил в торонто нашел работу в русской компании но это неважно если в компании есть lmei сейчас по новому я приехал сюда четыре года назад тогда было еще и если в компании есть и они занимаются этими документами то есть занимаются рабочими визами они если заинтересованы в человеке они дают это без проблем и как там был второй вопрос рабочую визу lmei получить можно извиняюсь но потом возникает вторая проблема о том как получить рабочую визу на границе некоторые ролики некоторые говорят что это невозможно или очень проблематично говорю сразу это не проблематично это возможно то есть я когда получил на руки джо пофер разрешение о работе или приглашение о работе трудовой договора если так брать по нашему мы с товарищем сели на автомобиль он такой же как и я был и поехали на границу ближайшая граница от торонто ниара фоллс для того чтобы получить там уже рабочую визу когда мы приехали на границу мы не заезжали в америку повторяю повторюсь таки мы не заезжали в америку и не нужна для этого американская виза мы просто доехали до нейтральной полосы развернулись и поехали обратно уже как бы вроде со стороны америки мы заезжали в канаду но мы не были не было у нас никаких мультивиз никаких виз ничего этого не нужно это для любого человека не нет я сейчас до трак драйвером работаю но это неважно кем вы будете работать если у вас есть она и на руках вы приезжаете на границу делаете вот такой круг разворачиваетесь заезжаете в канаду идете в иммиграционный отдел при границе там задают вам пару-тройку вопросов я там час или полтора сидел ждал до волновался переживал это как обычно как все мы живые люди вот но тем не менее посидел подождал у меня спросили что куда зачем и как я сказал что я хочу здесь попробовать работать и так далее точно не буду говорить что этом рассказывал давно это было вот мне распечатали эту рабочую визу и вкололи в паспорт все я же говорю еще раз не нужно никаких мультивиз не нужно никаких американских виз не нужно никаких третьей страну куда-то выезжать из канады это все будет считаться что вы выехали в канады и заехали это не только я один так делал так до меня делали я знаю много людей со мной вместе в тот период когда я это все делал я не один такой был было много пацанов много ребят даже семей семьи были это все открывалась без проблем и после меня еще люди приезжают из украины приезжают из россии из белоруссии из молдавии с убить узбекистана то есть с бывшего снг откуда только возможно откуда кто хочет оттуда и приезжает с израиля с европы приезжают много венгров ну и так далее то есть неважно приезжают как туристы я имею ввиду как туристы и потом меняют статус с туриста на рабочую визу это все реально это все можно делать так что если вы решитесь да это как бы немного страшновато потому что и ехать уже с рабочей визой из со страны исхода намного легче более увереннее себя чувствуешь но там дольше нужно на это дело потому что там нужно доказать что ты хороший работник и так далее а это все по телефону по скайпу или еще как-то или просто имелом здесь я просто приехал в компанию и говорю что я хочу работать все они посмотрели на права сделали 1 вот что я хотел сказать будут какие-то вопросы пишите в комментах пишите на email если видео понравилось поставьте пальчик вверх если не понравилось все равно поставьте вверх спасибо за внимание с вами был я truck driver алекс всем хорошего дня до свидания